Участнику СВО, который был ранен и получил повреждение слуха, снимают швы после операции. Рядовой попал под артобстрел в Макеевке. У него были осколочные ранения, травма головы и поврежденная барабанная перепонка. Из-за этого возникли проблемы со слухом. Но сейчас с каждым днём левое ухо слышит всё лучше. Уже получше, но пока швы немного, но сказали, что это какое-то время будет. Ну, во-первых, не только для слуха делали. Слух, может быть, с таким и останется. Мы делали для того, чтобы не было этой дырки, чтобы какой-то вирус не отпал, инфекция. Желательно, главное, не мочить, ну и да, и пока не шевелить особо. Сама операция по восстановлению барабанной перепонки длилась более часа. Пока пациент был под наркозом, врачи клиник СамГМУ взяли трансплантант из его заушной мышцы и с помощью специальных микрохирургических инструментов губок и тампонов прикрепили к поврежденной перепонке. Это позволяет улучшить слух и защитить от возможных осложнений. У всех пациентов, как правило, слух очень страдает, при том, сон снижается. Поэтому, да, возникает необходимость восстановления. Но прежде всего, необходимость заключается в том, что в результате нарушения целостности барабанной перепонки, то есть если действительно она перфорирована, то есть имеет разрыв и нецелостно, то возможно возникновение просто достаточных ростов осложнений, то есть это формирование гнойного отита длительного, но и в перспективе это формирование внутримозговых осложнений, таких как миенгит. Такие уникальные операции в регионе выполняют только в клиниках медуниверситета. За полгода провели около ста подобных хирургических вмешательств. Пациентов выписывают через неделю после операции, а через месяц делают еще одну контрольную проверку, чтобы убедиться, что восстановление идет по плану. Эта же процедура в августе будет ждать и участника СВО. Андрей Горгуленко, Петр Поломеев. События.